пристанечко обновляю весы 79 450 минус 300 грамм получается 79 150 нормально правда нормально молодец таня молодец мои хорошие я сижу сейчас в медицинском центре я пришла сдать анализы конкретно на ттг гормон щитовидной железы не хочу перебивать лишний гормон была единичка у меня как бы норма но зачем мне единичка зачем мне принимать сотку эутирокса если я два раза в неделю могу принимать 75 остальные дни сутка правда зачем лишний гормон мне нужно сделать 1 и 6 будем делать анализ дан результат приходит на вайбер мои хорошие я сейчас на своей пробежечке это второй круг у меня уже вот та противоположная сторона на скользко там брусчатка скользко я по этой стороне значит один круг у меня полностью и по брусчатке по той стороне и я решила туда не идти потому что там скользко а здесь не так скользко здесь совсем другое покрытие так что я сегодня второй круг выполняю на этой стороне упражнение тоже выполняют все вот здесь вот вот мои растяжки не скользко то есть я выполняю упражнения не только у меня пробежка да хочу акцентировать внимание конкретно на спортивной ходьбе вот для меня самое важное не просто делать широкий шаг и насчитывать шаги 10 тысяч шагов нет для меня самое главное это чтобы работал мой организм конкретно конкретно малый таз вы попробуйте пройти спортивной ходьбой маленькие шаги у вас мышцы попы ягодицы напряжены вы это чувствуете какое кровообращение в малом тазу мальчик вы или девочка вы поняли о чем я да должен работать малый таз кровообращение должно быть вот это самое главное не считать шаги я протерепала проковыляла нет должен работать малый таз и вы это должны почувствовать все мои хорошие я занимаюсь напомнила только а вот так и выгляжу мы знаем где нужно быть красивыми правда самое главное здоровыми быть занимаемся здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток самому-самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать немножко с вами пообщаемся я показала вам сегодняшнее утро я показала вам свой вес принципе знаю свой вес но люди должны видеть еду показываю да едим по-царски а какой же у нее вес да такая еда и пироги выпекаем да и тефтельки готовим да и битки по-французски у нас есть и сырые мы с вами едим и творог домашний у нас да и ряженка домашняя даже у меня было не показала следующий раз покажу ну то есть и вес у меня нормальный вес держится вообще я знаю такая тема если вес три года держится у вас стабильно все у вас должен быть такой вес организм уже как-то адаптировался но все равно я контролирую контрольная линия у меня постоянно это питание адекватно и обязательно движение движение тоже я показываю хотя бы парк меня некому снимать да но я показываю каждый день занимаюсь я потом себя лучше чувствую физически я работоспособна я все вот так сделаю я сегодня побежала с утра зала анализы над этаги сейчас я вам кстати расскажу на эту тему значит сдала анализ потом я прибежала домой сразу переоделась выпила две чашки кофе и погнала на пробежечку с пробежечки я заскочила на рыночек там купила что мне нужно да потом прибежала домой все сразу бросила буквально коридоре не заходя в квартиру да взяла у меня были приготовлены бочки и моя сумочка которую купила шотландская расцветочка такая красная клеточку да я пошла брать воду я беру воду в ларечке покупаю я специально брала вот эту сумочку для воды потому что я тяну 12 литров воды я же не буду руке нести правда все то есть я вот надвигалась а мое движение мой спорт это 8 километров больше я не считаю километраж рынке по водичку домой это не в счет нет это я не считаю самое главное для меня это темп и когда я физически занимаюсь а мои хорошие значит так сейчас конкретно по анализам я наметила себе пересдать анализ ттг потому что предыдущий раз когда сдавала анализы общий анализ крови допустим да гликированные гемоглобины сдавала ну слава богу все в норме значит ттг у меня единичка я гормонозависимый человек уже 19 лет значит у меня нету левой доли щитовидной железы у меня был много узловой токсичный зуб удалили левую долю я принимала гормоны длительное время 125 и сотка я чередовала 125 много сотки мало нужно чередовать было я чередовала значит все знаете да я всем рассказывала на зиму я добавляла 25 а в мае я убирала в сентябре добавляла допустим конец августа а в мае я убирала эту 20 25 это число то есть я принимала сентября месяца 100 125 с мая только сотку я старалась одержать гормон зимой 16 норма 4 это катастрофа это страшный гипотиреоз 16 без 25 летом у меня 1 и 2 на сотке 1 и 2 и вот на сегодня месяц тому назад вернее да на сотке на сотке у меня единица было и я думаю вот интересно если единица сотка многовато нужно сделать не 16 значит убрать нужно пойди таня пересдай гормон и ты посмотришь сколько тебе нужно убирать я пошла сдала анализом показала себя да да диагностический центр факты нам нужны факты да и мне пришел результат уже на вайбер мой результат анализа на те такие гормон щитовидной железы на сотке в зимнее время холодный день короткий день на сотке на сотке на сегодня я в шоке 0 и 7 0 и 7 когда-то очень давно я была в институте эндокринологии но это еще не значит что там хорошие узисты значит и я сделала узи просто так для себя и мне сказали на узи что у меня правая доля работу не взяла или левая я уже забыла какая доля удалена у меня да и она как бы сохла она не работает то есть она не выделяет гормоны потому что такое есть убирается часть щитовидки хирургическим методом а другая часть щитовидки берет на себя работу бывает редко такое но такое бывает и вот что получается значит моя часть щитовидки если она не работала раньше но совсем были другие анализы а сейчас другие да через 19 лет люди значит она регенерировала не только печень может умеет вернее регенерировать но я нашла информацию что и щитовидная железа тоже регенерирует понятно значит та часть которую мне оставили она заработала получается она выделяет гормоны и и эутерокс хотя он идентичен натуральному мне нужно убирать часть я не буду уже завтра принимать сотку нет возможно буду даже чередовать скорее да буду чередовать но я дозу снижаю мне нужно сделать хотя бы полтора 1 и 5 но через 20 дней я пересдам анализ на гормон щитовидной железы тета ге понятно а очень многие на это не обращают внимание сколько мне людей пишут да я принимаю же 20 роки в 25 да я принимаю гормон я так а то встал гормон гормональный фон меняется вы посмотрите на меня я так часто сдаю анализы я постоянно все держу на контроле после операции я могла каждый месяц ходить сдавать анализы мне так было плохо потому что врачи не могли выставить неправильно гормон и я жила постоянно в гипотиреозе мне настолько было плохо ни один медик мне не выставил гормон это чистая случайность что я научилась и теперь людям подсказываю что нужно делать 0 и 7 это низко не нужно такое иметь гормона не нужно нет я принципе нормально себя чувствую но зачем принимать лишний гормон правда но зачем хоть он и идентичен природному но зачем я убираю дозу меньше делаю этот искусственный гормон и тетяги у меня поднимется 0 и 7 так у меня не будет завтра принимаю другое число другую цифру я над этим поработаю сама мне не нужно никому никому идти нет 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 абсолютно абсолютно мне не нужна нищая помощь я все сама сделаю единственное что я как-то еще пойду в эндокринологию конкретно нужно идти практикам не просто поликлинику сделайте не узи щитовидки а практикам нужно идти я пойду в больницу у нас кстати кафедра эндокринологии я себя настрою мне нужно настроиться мне же ничего такого страшного нету все нормально да я хочу чтобы посмотрели у меня вот эту часть а правда интересно я пойду я себя настрою и сбегаю тут рядом 10 минут от меня ну вот так это первый раз за девятнадцать лет люди я гормонозависимый человек поэтому люди ведите контроль когда вы мало принимаете гормона это очень плохо это и отечность у вас будет и вес будет не уходить не то что плохо уходить не уходить да и и ужасно человек себя чувствует страшно он даже не существует непонятно что да и когда перебор гормонах а зачем перебор гормонах да не нужно хотя я в норме еще как бы да у меня 0 7 а норма 0 3 до 4 единиц но зачем мне ниже единицы даже обалдеть не ожидала не ожидал я ну все я убираю гормон через 20 дней у меня повторный анализ обязательно мне очень часто пишут а нужно ли принимать гормон перед сдачей анализа можно ли или не нужно мои хорошие так как я практик практик не теоретик я практик то я вам скажу честно это вообще не играет абсолютно никакого значения на результат вашего анализа вы принимаете таблетку эльтероксина или эутирокса эльтероксин вообще работают по накопительной эутирокс 4-5 дней ну то есть он должен заработать время должно быть какое-то поэтому результат анализа не изменится воду обязательно пить перед анализом для текучести нашей крови обязательно чистая водичка должна быть я сейчас принимаю гормон тогда иду на сдачу анализа раньше я не принимала сейчас понимаю что это все равно я сдаю анализы и я вижу результаты поэтому если примете нормально если не примете тоже нормально как вам удобно но водичку обязательно пить даже на забор крови если вы сдаете анализ в плане глюкоза гликированный гемоглобин все равно пьется вода текучесть крови лучше будет ну все мои хорошие думала еще немножко пообщаться с вами о нашей печени тоже неплохая информация у меня есть но свет так хорошо в яркости общаться сейчас бах и темнота друг молодежи поэтому я не буду рисковать мои хорошие завтра пообщаемся есть как всегда у нас хорошая тема о печени о печени тема да интересная такая тема я почувствовала сегодня во время выполнения упражнений почувствовала я думаю точно точно напомни людям напомни Таня делала упражнения вот стоечка да я стою на ноге и считаю до двухсот это супер классно это суперовое упражнение стоять на одной ноге хотя бы до тридцати мои хорошие есть такая травма страшная разрыв ахиллы разрыв ахиллы это страшная травма есть такая травма перелом шейки бедра так вот упражнение когда вы стоите на одной ноге это очень хорошая профилактика вот этим страшным травмам и когда я стою на одной ноге я же считаю не до пятидесяти да а до двухсот и вы это все видели каждый день я стою на одной ноге и когда уже подходит время я считаю к двумста то я понимаю у меня идет распирание вот конкретно в районе печени распирание такое как бы давить немножко страшного ничего нету абсолютно я думаю точно Таня ты должна рассказать почему это получается есть причина напомни людям или кто то вот бежит допустим быстренько идет но как бежит ну это я так говорю допустим мы идем сами в темпе быстро идем идем и потом чувствуем какой то дискомфорт конкретно в районе печени да или мальчики бегут потом наклоняются и держатся за бачок да кто то за правый бачок кто то за левый бачок помните почему так получается почему там дискомфорт получается я хотела людям напомнить Сейчас тоже такое может произойти с людьми, особенно с детренированными, кто не занимается. Если кто-то занимается, то он этого даже не почувствует. Но когда я стою на одной ножке, мне не больно, но я там что-то чувствую, потому что я умею прислушиваться к своему организму, я уже научилась. Но вот завтра об этом я вам расскажу. Сегодня время, 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 деньги у нас, свет отключат. Все, мои хорошие, я с вами пообщалась и я вас натолкнула. Мы себе сами и доктора, и премьер-министры, пожалуйста, не жалейте деньги на анализы. Кто принимает гормон, вы будете спокойнее спать. Ваш результат по ТТГ должен быть от единицы до двойки. Моложе человек, это может быть единица. Постарший человек, район двойки, не надо 2,5. 2,5 плохо. Кстати, даже на ЭКО не принимают человека с 2,5. Это конкретный гипотиреоз уже 2,5. Поэтому мой результат должен быть 1,5, и я его сделаю. Но, но на рентген, на УЗИ вернее, на УЗИ щитовидной железы, на УЗИ я обязательно пойду к практикам. К практикам. Это люди, которые рукодельники. Как Амосов говорил, хороший доктор это тот, который постоянно, каждый день занимается своим делом. Не тот, который делает операцию 2 раза в неделю, а тот, который делает операцию каждый день. У которого УЗИ каждый день. Он практик, он видит, он сравнивает. Поэтому я пойду к практикам только. Никакая поликлиника нет, что вы. Никакой диагностический центр. Это поборное все такое. Я пойду в больницу, понимаю, больницы сейчас тоже нет, но там практики. Там практики. Ну все, мои хорошие, страшного ничего нет. Но контроль на линии будет. Мы держим. Я благодарна всем за просмотры моих видео. Я благодарна всем за общение, за комментарии. И большое спасибо всем за лайки. Всем до завтра. Дальше будет.